Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Вы понимаете, что вы сейчас сами себя провели? Всем выйти из тени. Рынок Северный проверили на присутствие незаконных мигрантов. Итоги одного рида. Без внимания никогда не оставляем вот такую ситуацию. Всегда спрашиваем, откуда, с кем приехал. Будни полицейских. Как в «Анапе» обеспечивают безопасность жителей и отдыхающих о работе, которая на первый взгляд не видна. Чтобы ничего не отвлекал ни интернет, ни телефон. Без телефона, интернета и компьютера в «Анапе» юные разведчики получают уроки жизни в условиях дикой природы. Глава «Анапы» Юрий Поляков провел расширенное совещание, посвященное прохождению курортного сезона. Разговор с руководителями здравницы и арендаторами пляжей состоялся серьезный и обстоятельный. Первый и самый острый вопрос – санитарное состояние пляжей. В июне было несколько массовых выбросов водорослей. Трепание главы предельно ясно. Оперативно очищать побережье от комки. Даже день промедления может нанести удар по имиджу курорта и свести на нет все положительные впечатления отдыхающих. «Консул здесь, Александр Игоревич, вот я вам покажу фотографии, которые облетели всю страну. Вам нравится это? Вы понимаете, это имидж курорта. Это вы в «Анапе» сидите, в «Анапе» здесь, не вылазьте с пляжа, вам лишь бы летом нарубить, зимой ничего не делать. Вы сидите, вам все равно. Ну у нас же, для нас, для всех это все имидж курорта». Потребительское отношение некоторых арендаторов к пляжам, исключительно как к источнику для заработка, стало отдельной темой обсуждения. «А вы что, первый год торгуете на пляже? Нет. А вам раньше не говорили, что нельзя пивок торговать? Эдвард Викторович, если предприниматели, я участвую в аукционе, считаю, что им все дозволено, в том числе нарушать действующую законодательность, принимайте меры, просто расторгайте договор, с ними и до свидания. Ну по-другому мы не сможем, понимаете? Ну если с нами беспредельно, почему мы должны там нянчиться, воспитывать их? Зачем? Расторгайте договор, пусть вывозит свою точку и все, и забыл». Сезон набирает темпы, жаловаться на отсутствие отдыхающих, ательером и руководителям здравниц не приходится. Сейчас важно учесть все замечания и обеспечить гостям Анапы комфортное пребывание на курорте. Подробнее о главных темах совещания смотрите в наших следующих выпусках. Идем далее. Снизить планку пенсионного возраста, предусмотренную реформой до уровня соседних республик. С таким предложением выступили общественники Анапы в ходе обсуждения нового правительственного документа. Кроме того, сегодня нужно выводить работников из тени. За одним столом представители власти, пенсионного фонда и службы занятости, а также общественники. Основная мысль – реформа неизбежна, но есть возможность подкорректировать условия. В 50-м, фактически послевоенном году, одного пенсионера обеспечивали 7 работников. По прогнозам, через 5 лет будет лишь двое. Это если говорить о средней цифре по стране. В Анапе на одного пенсионера приходится условное 1,3 кормильца, почти как те самые полтора землекопа. Во-первых, не хватает работоспособного населения. Во-вторых, легализация теневой зарплаты. У нас, по оценкам экспертов, 25% вообще в тени находится, то есть мы их даже не видим. А из тех, кого видим, зарплату показывают, к сожалению, не все. Вот мы до 2016 года администрировали страховые взносы. Если официально провести анализ, это, конечно, не простой вопрос, но плюс-минус. Зарплата колеблилась, средняя в Анапе, в районе 15 тысяч рублей. При этом пенсия была 11. По оценкам городской службы занятости, в тени находится около 20 тысяч анапчан трудоспособного возраста. Это означает, что они не делают отчислений в пенсионный фонд. При этом доля трудоспособного населения продолжает снижаться. В середине июня правительство одобрило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин в течение 16 лет и с 60 до 65 лет для мужчин в течение 10 лет. Как мы будем выглядеть, дорогие мои дамы? Мы же должны жить не только наработаться, но мы же должны быть еще и себя как-то осознавать, что мы женщины, что мы интересны своим детям, внукам, что мы являемся нашим внешним своим примером. Поэтому я считаю, что 63 для женщин и 65 – это много. Максимум, да, поднять надо, да, войти в положение, да, со всей этой экономической ситуацией складывается, но 60 для женщин и 63 – это максимум, я считаю, что можно принять. Надежда Харитонова возглавляет общественный совет Виноградного сельского округа. Она предлагает ограничить максимальный пенсионный возраст до планок, принятых в соседней республике Беларусь. В 2022 году мужчины там будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины в 58. Повышение также поэтапное. Медики считают, что к моменту завершения реформы в России средняя продолжительность жизни увеличится. Смертность стяжается, конечно, в связи с тем, что у нас увеличивается количество высокотехнологичной помощи. То есть люди могут получать уже те операции, которые раньше были недоступны. Поэтому есть возможность, как бы, да, пробить жизни определенному контингенту. И на фоне, конечно, краевых цифр мы выглядим очень даже неплохо. Сегодня в Анапе рождаемость превышает смертность. Теперь важно будущим поколениям объяснять, как работает пенсионная система. Просьба, как бы, дискуссию эту не останавливать. Григорьевна, на Советах общественности, на районах, сельских округов нам нужно эту дискуссию продолжить. И коллегам просьба организовать ближайшую неделю это все. Сегодня нужно говорить, и я думаю, когда нашему президенту все это обобща, народ, вот как смотрят на это наши жители нашего государства, какие предложения, я думаю, он примет правильное решение. Собранные предложения обработают и направят на краевой уровень. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе проходят рейдовые мероприятия по выявлению незаконных мигрантов. В этот раз оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники полиции, городской администрации и казаки, проинспектировал один из крупных рынков. О результатах рейда в репортаже наших корреспондентов. Рынок Северный. Одновременно здесь работает порядка тысячи человек. В поисках мигрантов, осуществляющих незаконную трудовую деятельность, сегодня здесь проходит настоящая операция. На входах и выходах дежурят специалисты внутренней охраны, а сотрудники полиции проверяют документы. Рейдовые мероприятия проводятся два раза в неделю с привлечением казаков-дружинников, сотрудников отдела по вопросам миграции, отдела МВД по городу Анапе, участковых уполномоченных, сотрудников администрации. Процедура проста и много времени не занимает. Продавца просят предъявить разрешительную документацию на торговлю и документы, удостоверяющие личность. Большинство беспрекословно выполняет требования и стражей порядка. Однако есть и те, кто ни в какую не идет на конструктивный диалог. Вы понимаете, что вы сейчас сами себе проблем порвали? В итоге проблемы возникли у самого продавца. Паспорт оказался порванным. Здесь в силу вступают нормы, прописанные в статье 19.16 Кодекса об административных правонарушениях и штраф от 500 рублей. Участковый выписывает протокол. К слову, не считая порчи паспорта, у этого продавца все документы оказались в порядке. Для чего было устраивать конфликт, непонятно. Не нашла комиссия проблем с документами и у других работников рынка. В ходе рейда нарушения миграционного законодательства выявлено не было. По итогам работы межведомственной группы, за первые полугодия 135 иностранных граждан и лиц без гражданства были привлечены к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. Кроме того, 94 юридических лица были привлечены также к уголовной ответственности, наложены по судам штрафные санкции за привлечение иностранной рабочей силы на различных объектах нашего города. Всего с начала этого года сотрудниками полиции было составлено более 800 протоколов за нарушение миграционного законодательства. За это же время на родину было депортировано 143 человека. Рейдовые мероприятия пройдут и на других объектах города. Руслан Душевский, Анапа, регион. Спортивная площадка на улице Крылова получит вторую жизнь. Ремонтом объекта занялась городская администрация совместно с депутатом округа. Там планируют заменить покрытие, секции ограждения, установить скамейки и урны. Ремонтные работы уже начались. Эта спортивная площадка на Крылова-6 не видела ремонта более пяти лет. Покрытие местами пришло в негодность. Ворота и баскетбольные щиты разъела ржавчина, скамейки и части секции ограждения нужно заменить и покрасить. С просьбой дать вторую жизнь в Центру притяжения местной молодежи, общественники округа обратились к депутату Алексею Аксенову. Люди обратились за помощью. Приятно, что управление ЖКХ, управление по спорту, физической культуре быстро откликнулись на эту ситуацию. Мы вместе комиссионно выехали сюда с представителями ТОСов и определили перечень работ, которые должны быть произведены на данной площадке. Я предоставил, вопрос коснулся предоставления материалов, чтобы в кратчайшие сроки реанимировать данную площадку. Я предоставил материал, Ремстрой, управление ЖКХ выделило людей. Эта площадка никогда не пустует. Футбол, волейбол, подвижные игры – любимые занятия местной молодежи. Жители уверены, после ремонта сюда придет еще больше детей. На нашей площадке, на спортивной, собирается более 50 человек детей разного возраста. Здесь они играют в футбол и все игры. Поэтому эта площадка необходима, потому что здесь очень большой микрорайон и очень много домов, и здесь собирается очень много детей. Самое дорогостоящее – это ремонт покрытия. Оно специальное, мягкое и при этом противоскользящее. Менять его отдельные секции – все равно, что латать дыры. В администрации изыскивают возможности полностью его заменить. К концу года мы внесем данное покрытие этой площадки на реконструкцию, то есть на 2019 год. Постараемся включить ее в программу, чтобы полностью заменить, потому что в действительности уже нерентабельно частичный ее ремонт. В дальнейшем, учитывая, насколько востребована данная площадка, в этом есть большая необходимость. Управление по физической культуре и спорту выделило инструктора. После ремонта с ребятами здесь будет заниматься профессиональный тренер. Кроме того, в ближайшее время планируется обновить и спортивную площадку на улице Протапова. Постепенно ремонт коснется и других уличных спортивных объектов города. Ольга Родина, Руслан Душевский, Анапа-регион. В высокий сезон, горячая пора не только для городских служб, но и для правоохранителей. Нагрузка на стражи порядка увеличивается в разы. За безопасностью круглосуточно следят сотрудники Анапского отдела МВД. Им в помощь на улицы курорта выходят казаки и народные дружинники. Виктор Петров работает патрульным около трех лет. Следит за правопорядком, оказывает помощь населению. Серьезных происшествий в Анапе не допускают, но ежедневно приходится сталкиваться с мелким хулиганством или потерей детей. На курорте родители расслабляются и становятся менее бдительными. А дети еще не осознают, что в чужом городе нужно быть особенно внимательным. Но, как правило, такие истории заканчиваются хорошо. У стражей порядка есть отработанный алгоритм действий в каждой ситуации. Без внимания никогда не оставляем вот такую ситуацию. Всегда спрашиваем, откуда, с кем приехал. Иногда дети бывают повзрослее немножко. У них облегчают нам задачу. Или бумажка, или мобильный телефон родителей. Рутинная проверка таких ежедневно десятки. Плюс патрулирование улицы в режиме постоянной готовности. В курортный сезон нагрузка на полицейских в Анапе увеличивается в 4 или даже 5 раз. Фактически сменяют друг друга фестивали, концерты, спортивные соревнования. Городские, краевые, общероссийские и даже международные. Белла – чистокровная немецкая овчарка. Ей полтора года. Родилась в Новороссийском питомнике. Закончила она отлично специальные курсы по поиску оружия и взрывчатки. Александр Руковицын – ее командир. И одновременно боевой товарищ. Его команда она выполняет беспрекословно. Взаимопонимание – результат кропотливого труда человека и четвероногого друга. Для собаки работа – это прежде всего игра. То есть поиск зачатки – это поиск любимого мячика, по сути. Каждая собака заинтересовывается по-разному. У одних собак приводит пищевая реакция, у других игровая реакция, то есть инсинкт добычи. Главное мерило успеха для полицейских – спокойствие и безопасность отдыхающих и жителей. Ради этого приходится разнимать драки, искать по горячим в прямом смысле следам на песке пляжного вора. Хотя гораздо приятнее подсказать правильную дорогу или помочь снять с дерева кота. В практике полицейских часто бывает и такое. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Весь из полей. Анапские хлеборобы уже собрали более 27 тонн пшеницы. Пользуясь жаркой погодой, благоприятно влияющей на рост злаков, аграрии продолжают пополнять запасы складов. Работа проведена на площади более 5000 гектаров. Урожайность составляет 54,2 центнера с гектара. В числе лидеров по сбору урожая по-прежнему крестьянско-фермерское хозяйство Пилоса Закаряна, ОПХ Анапа, а также агрофирма Гастагай. Завершить уборку хлеборобы планируют к концу недели. На сегодняшний день уже собрано около 30 тонн колосьев. Параллельно с пшеницей полным ходом идет и сбор гороха. Обмолот уже произведен на 800 гектарах. Юные разведчики приняли участие в традиционном пешеходном маршруте Анапский Бриз. 120 человек из Анапы и Горячеключевского района отправились в поход, чтобы получить теоретические и практические знания по выживанию на природе. Целую неделю ребята проведут в селе Суко, обустроив несколько палаточных лагерей. Для самых младших разведчиков это своеобразный экзамен для получения следующего разряда. Каждый отряд – это большая дружная семья. В лагере разведчиков четко распределены роли и обязанности. По словам наставников, к самостоятельности юных скаутов приучают с детства. Так ребята поддерживают чистоту в своих палатках и даже создают предметы домашнего обихода. Вот дети у нас учатся вязать узлы, учатся обустраивать, вот если поставили палатку, возле палатки не должно на земле ничего валяться. То есть они учатся опрятности, использовать подручный материал, палки, которые валяются, веревку. Учатся обустраивать именно свое жилье вокруг себя. Вот и это, конечно, нашим мальчикам пригождается потом в армии, вообще в жизни, в быту. 15 разведотрядов проведут на территории села Суко целую неделю. Раньше туристические слеты проходили на малом утрише. Однако сейчас в связи с пожароопасной ситуацией организаторы решили остановиться на территории базы «Колосок». Здесь такая же густая растительность, однако есть и открытая площадка для проведения эстафет и активных игр. Наша задача – погрузить детей в природу, в более дикую природу, скажем, удалиться от общества и дать им возможность пожить на природе с Богом, со своей совестью, с друзьями наедине, скажем так, чтобы ничего не отвлекало, ни интернет, ни телефон. Вот, это задача такая. И тогда у них не хватает, уже есть больше времени заниматься здесь всем необходимым. И физическая активность повышается. Два-три дня проходят, дети становятся активными, жизнерадостными, они сплачиваются. Самая главная задача – это, конечно, сплотить коллектив на каких-то таких вещах, как соревновательный процесс, например, соревнования проводим, футбол, там другие спортивные соревнования. Здесь, в атмосфере дикой природы, о гаджетах юные скауты даже не вспоминают. С удовольствием участвуют в спортивных играх и эстафетах. Хадули – один из самых интересных и сложных этапов. Чтобы справиться с конструкцией и привести свой отряд к победе, нужно уметь работать в команде. Этому здесь также обучают. За эти дни ребята сплотились в крепкий дружный коллектив, у каждого появились даже лесные имена. Вот у меня лесное имя – енот. Мне выбрали руководителя, потому что я похож на енота. Лицом и повадками. Здесь событиями насыщен каждый день. Впереди неделя лесной жизни. Ребятам предстоит продемонстрировать все навыки и умения, полученные за год, а новичкам сдать свой первый экзамен на присвоение разряда. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа-регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь» – Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова